Германия это страна, в которую хотят попасть многие. Кто-то едет на обучение, кто-то едет на работу, едут просто мигранты. И у всех одна цель просто поселиться в Германии. И поселившись там, многие не понимают, что же нужно делать. А давайте сегодня с вами поговорим о том, что Германия считается нормальным, что считается табуированным, и что ни в коем случае делать нельзя. Так как мы сегодня с вами говорим про Германию, про традиции и обычаи этой страны, то первым номером в нашем списке будет являться пиво. Потому что даже пиво, квази, не является алкогольным напитком в Германии. Почему? Да потому что весь алкоголь не в английском языке мужского рода. Однако же пиво среднего, то есть, Тея водка, Тея шнапс, но Тас пья. Выпить кружку пива в обеденное время считается абсолютно нормальным. Поэтому, когда вы немца увидите в каком-то кафе сидящем, пьющем пиво, вот так, например, в 12 дня или в 2 часа, то, пожалуйста, не удивляйтесь. Для немца это не супер алкогольный напиток. Поэтому пить пиво можно. И несмотря на то, что любой алкогольный напиток, и включая пиво тоже, раскрывает характер человека, человек становится разговорчивым, я вам категорически не рекомендую посаживаться к незнакомым людям. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию. Однако же это правило не распространяется на такой праздник, как Кубокрест. Ну, вы сами понимаете, столько народу. Соблюдать дистанцию нет никакого смысла, да и невозможно это. А если вы уже пришли в ресторан и что-то не доели, то выбрасывать продукты считается плохим тоном. Попросите, пожалуйста, официанта завернуть вам все с собой. Это абсолютно нормально. И все мы с вами знаем, что в ресторане обязательно нужно оставлять чаевые. Германия в этом случае также не исключение. Если вы хотите оставить чаевые, округлите в большую сумму. Так, например, если у вас 18 евро, заплатите 20. Если у вас 19 евро, заплатите также 20. Конечно, вы можете заплатить больше. Но это считается нормой, когда вы немного округляете в большую сторону. Причем, насколько эта сторона больше будет, решайте только вы. А также, сидя в ресторане, если вдруг вы захотите посчитать количество цветочков в Азии, которые стоят рядом с вами, то вы с удивлением можете обнаружить, что это число будет четным. В отличие от России, Германии и также, как и в многих других европейских странах, я знаю больше также, четное число считается удачным, хорошим числом. То есть на день рождения можно подарить четное число, но ни в коем случае не нечетное. Нечетное число считается дурным тоном. Пожалуйста, помните об этом. А если вы принимаете посетителя, и он немец, то, пожалуйста, воздержитесь от того, чтобы просить его что-то покушать. Так, например, если он вам один раз сказал, я это не хочу, пожалуйста, не приставайте, не говорите, как, я знаю, в России так говорят, ну, пожалуйста, съешь еще кусочек, ну, вот это еще вкусненько, ну, такой худенький, пожалуйста, съешь еще. Это считается очень плохим тоном. Если человек не хочет, просто отстаньте от него. А если немец захочет пригласить вас в гости, что, скорее, навряд ли, а захочет, чтобы вы его пригласили, тогда он просто скажет, Может быть, мы выпьем где-нибудь? Или какое у тебя мнение? И тогда в этом случае он ждет, чтобы вы сказали, хорошо, приходи ко мне. То есть, приходи ко мне завтра или послезавтра. Это будет наилучшим вариантом. Потому что приглашать к себе для немца считается некомфортным, потому что это моя территория, это моя квартира, она принадлежит только к моей семье. Причем немцы очень сильно разграничивают моя территория, территория для работы и территория для встречи друзей. Это три разные территории. И немцы стараются их не мешать в одну кучу. Поэтому, если немец вам сказал в фильме «Мальцу зампеньки», тогда вы просто можете сказать «Ем, кей венц кафе». Пойдем-ка в кафе. И это считается оптимальным вариантом встречи двух друзей, когда ни вы не нарушаете его территорию, ни немец не нарушает вашу. И это считается отличным вариантом. Однако же, если так случится, что немец все-таки пригласил вас домой, то он обязательно уточнит, что конкретно вы будете пить. Кофей, тее, пань, пье. Если он вам просто скажет «Заходи ко мне на чаек» или там на кофеек, то будьте точно уверены, на столе будет стоять то, на что вас пригласили. Раньше, когда Германия была поделена на две части, на восточную и на западную, то традиции принятия гостей очень сильно отличались. Так, например, в восточной Германии было что-то очень похожее на Советский Союз, когда столы ломились, было очень много салатов, собиралась вся семья, и это было что-то из рода вон выходящее. В то время как в западной Германии просто жарили сосиски. Просто люди встречались дома и жарили сосиски. Ну, то есть, гриль. Они гриллили сосиски. А сегодня, когда двух Германий больше не существует, то традиции принятия гостей стали примерно одинаковыми везде. То есть, люди сегодня встречаются не только, чтобы поесть, то есть, это не основной фактор, а чтобы обсудить какие-то последние новости, какие-то дела. То есть, просто поговорить. Сегодня акцент делается не на еду, а на общении. Однако же, придя в гости, скорее всего, вы увидите колбаску гриль, сосиску гриль, причем разных сортов. И пиво забыла упомянуть. Также разных сортов. И придя к кому-либо в гости, не забудьте пожать руку всем. И мужчинам, и женщинам. Вне зависимости от того, кто вы сами. Мужчина вы или женщина. При этом не важно, кто будет первым протягивать руку. Либо женщина, либо мужчина. Никакой роли это абсолютно не играет. Еще интересным фактом будет то, что придя в гости к немцу, вы обязательно должны с собой захватить то, что вы будете кушать. Скорее всего, алкогольные напитки вам предоставят. Однако же, о еде позаботьтесь, пожалуйста, сами. Но ведь это логично. Немец и так вам предоставил свою территорию, для того, чтобы вы могли тут сидеть. И поэтому злоупотреблять гостеприимством очень сильно не рекомендуют. Поэтому берите с собой еду. А дарить дорогие подарки в Германии считается очень сильно неприличным. Потому что подарив кому-то что-то очень дорогое, так, например, золотую цепочку, либо же часы из золота, вы заставите приглашающего чувствовать себя неудобно. Потому что он не может вам такое подарить. Либо же не хочет, либо же он вообще не входил в его планы дарить вам что-то. Поэтому подарки должны быть практичными и недорогими. Что значит практичными? Пожалуйста, не дарите чай, свечки и что там еще есть. Однако же спросите у самого приглашающего, что же все-таки он хочет, чтобы ему подарили. Скорее всего, вы получите четкий ответ. Я хочу то или то. И, пожалуйста, будьте уверены, немец просто о вас переживает. Он не хочет, чтобы вы думали, ломали себе голову. Просто пошли и купили. Вот и все. И это считается правильно. И последний очень интересный пункт на сегодня, на мой взгляд, конечно же, это оба этих слова, и вы найдете это в переводчике сами, переводится на русский язык как меню. А в чем же разница употребления таких слов, как все очень просто. Все очень просто. Это в нашем понимании меню, то есть первое блюдо, второе блюдо, закуски, апеллитив, что еще есть там. А das меню – это разновидность просто бизнес-ланчик. То, которое на сегодняшний день тут имеется, в этом ресторане. И теперь-то вы подкованы. Теперь-то вы уже точно знаете, что попросить у официанта. Tisch bei der Karte или das menu. И, пожалуй, это все на сегодня. Это были те 10 правил, которые, на мой субъективный взгляд, очень сильно важны для того, чтобы лучше понимать немецкие традиции и немецкую культуру. И, находясь в Германии, соблюдайте эти правила. Однако же, знайте, что из каждого правила есть исключение. И каждый из нас воспринимает мир по-своему, вне зависимости от того, какая у нас национальность и какой у нас возраст. Поэтому, пожалуйста, на это тоже обращайте внимание. Однако же, те 10 пунктов, о которых я сегодня рассказала, являются правилом для многих немцев. А что интересного заметили вы, находясь в Германии? Напишите, пожалуйста, это в комментариях. Очень интересно будет почитать. А также подписывайтесь в Инстаграм, группу Facebook. И я надеюсь, там вы найдете для себя очень много интересного относительно изучения немецкого языка. На сегодня это все. Чао-чао!